Всем привет, с вами Игорь, и сегодня хочу рассказать по тепловому насосу, что же это такое, что же это за штукенция, как она работает, принцип действия, статистика немного, типы тепловых насосов, какие у него есть преимущества перед другими видами отопления, но коротко, тепловой насос это отопительный прибор, это такой же отопительный прибор, как газовый котел, твердотопливный котел, печка, то есть для отопления и ГВС, горячее водоснабжение. Почему-то в наших территориях бывшие СССР, СНГ, они не получили широкого распространения, пока что, пока что не получили, потому что это считаю несправедливо очень сильно, потому что это очень эффективное отопление, очень хорошее, я на своем опыте это испытал, раньше это пил дровами, потом сделал тепловой насос, у меня есть серия видеороликов, я оставлю ссылку, наверное, на плейлист, все про тепловой насос, и там я в деталях объясняю, показываю, как это сделать, тепловой насос, там это все очень просто, ничего там сложного нет, то я вам заявляю, это дешевле дров даже получается, дешевле дров, и никакого мороки так как с дровами, носить, резать их, пилить, складывать, топить, это морока, а тут никакой мороки нет, плюс еще даже дешевле получается по деньгам, вот, если сравнивать например, с другими странами, Евросоюз, например, ну вот я статистику немного выписал, в Швеции, например, 500 тысяч домов отапливаются тепловыми насосами, плюс сама столица Стокгольм полностью тоже отапливается тепловыми насосами, они там берут с моря тепло, там у них рядом море, Япония, например, имеет на 12-й год уже имела 3,5 миллиона установок тепловых насосов, домашних, там для частных домов и государственных учреждений, представьте, 3,5 миллиона установок, вот, тоже много тепловых насосов в Финляндии, Норвегии, это заметьте, это северные, северные европейские страны, северные страны Евросоюза, это не юг, и там эти тепловые насосы разных типов, и водяные, и грунтовые, и воздушные, даже воздушные в таких северных странах, вот, и еще есть прогноз такой, там организация, которая считает это все, и прогнозы делает, что до 20-го, до этого года, так как прогноз старенький делался, в Евросоюзе будет отапливаться примерно 10% домов и всяких там остальных помещений, складов, теплиц и так далее, 10% до 2020 года, то есть до этого, уже там 10%, это каждый получается 10-й дом отапливается в Евросоюзе тепловым насосом, представьте, каждый 10-й, вот, до 2050 года там планируется до 30%, уже прогнозируется, будет отапливаться 30%, это каждый 3-й дом до 2050 года, представьте себе, будет отапливаться тепловым насосом, насколько это перспективное отопление, у нас, я не знаю, почему оно еще пока что не получило такого распространения, вот, ну, например, в этой местности, что я живу, их почти нет, вот это у меня еще там у одного есть, ну, правда, заводской тепловой насос, поэтому я считаю, это очень несправедливо, потому что это реально очень эффективное, дешевое в эксплуатации отопление, почему оно так, ну, будем стараться этот вопрос решить и больше людям рассказывать об этом, итак, первое, принцип действия, как же он работает, этот тепловой насос, и что это такое, вот я скачал вот такую вот картинку, на ней сейчас мы все разберемся, вот, такая схемка, как бы, схематически она нарисована, как это все работает, проще всего так понять, потому что на реальных установках сложнее, там все накручено, непонятно, что куда идет, и все такое. Вообще, в теплового насоса работают всего четыре, вот, схема компрессионного теплового насоса, четыре нужно всего-навсего детали, четыре детали, это конденсатор первое, вот он, это просто спиралью скрученная медная труба, ну, у меня, например. Второе, дроссель, вот он, это ТРВ или капиллярная трубка, в холодильниках, это капиллярная, кстати, холодильники и кондиционеры, это примерно то же самое, они по одному и тому же принципу работают, вот, третье, это испаритель, вот он, это тоже скрученная спиралью медная трубка в полиэтиленовой трубе, труба в трубе, ну, у меня так, четвертое, это компрессор, вот он, четверто, все, четыре детали, видите, четыре детали и тепловой насос работает, все остальное, это обвеска, там, контроль, улучшение небольшое, там, какое-то, ну, в принципе, вот это, это уже тепловой насос, все, он уже будет работать и достаточно эффективно при наличии всего-навсего вот этих вот четырех деталей. Так, теперь разберемся, что куда идет и как оно работает. Вот компрессор у нас, он закачивает в себя фреон, то есть он тут под давлением, он, в принципе, сам залетает. Этот фреон, пары фреона именно, компрессор работает не с жидким фреоном, он работает с парообразным фреоном, паром, сдавливается компрессором примерно в три раза, ну, вот здесь уже 15-18 бар у меня при работе на R22, вот здесь 4,5-5 бар, то есть в три раза примерно он сдавливает фреон и вот здесь в этой линии у меня на выходе 70-80 градусов, вот это медная труба такой температуры, потом он заходит в мой теплоаккумулятор, это медная труба скрученной спиралькой, отдает в теплоаккумуляторе тепло и вот здесь уже на выходе с теплоаккумулятора примерно 30-35 градусов температура. Дальше, этот фреон, вот эту вот систему, кстати, вот так вот можно разделить на две части по давлению, это зона высокого давления, это зона низкого давления, разделяет и вот здесь вот компрессор, вот здесь вот ТРВ или капиллярка. Вот, после прохождения, тут уже фреон жидкий, он парообразный вот здесь, вот здесь он при охлаждении сконденсировался, превратился в жидкость и вот здесь его понемногу стравливает капиллярка или ТРВ, терморегулирующий вентиль, ну лучше поставить ТРВ в самодельную установку, так будет надежней и спокойней. Вот, он понемногу стравливает фреон в испаритель, вот и после сброса давления, так как здесь 15-18 бар, а тут только 4, 4,5 у меня, сразу температура здесь падает. Она здесь падает настолько, насколько мы отобрали тепла вот здесь вот, в конденсаторе, сколько мы отобрали здесь тепла. Ну если здесь плюс 80, здесь плюс 30, 50 градусов мы здесь отобрали, значит здесь разница тоже будет 50 градусов, тут 30, тут минус 20 примерно. Минус 20, такая нам температура не подходит, поэтому этот фреон надо нагреть чем-то. Нагреть его можно всякими способами, водой с реки, водой со скважины, у меня так, воздухом уличным, теплом с земли, вот, нагревать ее сильно не надо, там хотя бы до плюсовых температур. Вот, у меня температура в скважине плюс 11, и когда вот этот фреон прошел опять же по спиральке медной трубе, труба в трубе, он уже выходит, вот здесь плюс 10 примерно градусов, плюс 10, тут минус 20, тут уже плюс 10. опять он закачивается в компрессор, сдавливается до 18 атмосфер, и опять он у нас выходит горячий, от которого мы отбираем тепло. И вот так вот он по кругу и гоняется компрессором. Тут отбирая тепло у воды, тут отдавая тепло в нашу теплосистему, нашим домам. Теперь, пока сразу картинку тут на месте, расскажу про коэффициент эффективности. Это самый главный параметр, показатель теплового насоса. Что такое коэффициент эффективности? Это соотношение потребленной электроэнергии, так как у нас компрессор и насосик, который перекачивает вот эту воду, которая греет фреон, работает от электроэнергии. Вот это все у нас, это соотношение коэффициента эффективности, соотношение потребленной электроэнергии всей установкой до в киловатт часах или в киловаттах до выданной тепловой энергии вот здесь вот на конденсаторе тоже в киловатт часах. Например, у меня в моей самодельной тепловой установке коэффициент эффективности равен 5. Что это значит? Это значит, что при потреблении 1 киловатта, киловатт часа пускай, компрессором и насосом, тепловой насос перекачивает 4 киловатта из земли, забирает тепла. То есть у меня здесь заходит вода в испаритель плюс 11, выходит плюс 8, уходит. Нагревает таким образом фреон. Фреон от этого нагревается, сама вода охлаждается. То есть фреон забирает тепло у скважиной воды и переносит его сюда, в конденсатор. Вот, вот это вот коэффициент эффективности. Чем разница меньше вот этой температуры и этой, вот здесь, например, у меня плюс 10, здесь плюс 30 в системе отопления, тем больше коэффициент эффективности. В тепловых насосах, там в заводских, вы можете наблюдать, там если будете покупать заводской, там есть режим работы, например, 10 дробь 35 и коэффициент эффективности при таком режиме такой-то. Это будет максимальный коэффициент эффективности. Если-то, например, здесь будет 10, а здесь будет 45, коэффициент эффективности уже уменьшится, потому что компрессору теплового насоса надо надавить большее давление, чтобы он сконденсировал этот фреон в жидкость, чтобы его продавить сюда и эффективность в целом установки уменьшается. Поэтому там уже эффективность будет немного меньше и так и так далее. Чем больше мы растим здесь температуру, вот поэтому тем меньше коэффициент эффективности. Поэтому самое выгодно это делать тепловые насосы под теплые полы, так как в теплых полах надо минимальная температура. Ну, если еще проще объяснить, тепловой насос делает много, но низкой температуры тепла. Много, он его делает много, понимаете? Но при низкой температуре. То есть для теплых полов то, что надо. Ну, у меня радиаторная система отопления, теплые полы уже нет возможности сделать, потому что дом готовый и раскурочивать все полы как бы неинтересно. Вот, поэтому к этому надо стремиться. Сокращать вот эту разницу между конденсацией и испарением температурную. И соответственно у вас будет расти, даже у меня есть там видео, я провожу эксперимент, сколько потребляет компрессор теплового насоса при разных температурах конденсации. 25, 30 и 35 градусов. Вот смотрите это видео, там это наглядно. Показывается, как растет и падает коэффициент эффективности. То есть надо понимать, что тепловой насос, он на самом деле тепло не производит. Вот как многие заблуждаются, думая, что тепловой насос, он как и котел там или еще что-то генерирует тепло. Нет, он тепло не генерирует, он его просто перекачивает. С одного места там, где нам не надо, чтобы было тепло. Ну там уличный воздух, улица, вода со скважины, земля там и еще какие-то источники снаружи. В наши дома, точку Б. Вот даже само название, да, говорит тепловой насос. Насос, что делает насос? Качает, что он качает? Ну в данном случае он, понятно, не воду качает, он тепло качает. То есть он просто перекачивает тепло. И для этого ему нужна электроэнергия, чтобы его перекачивать. Но электроэнергии он использует всего примерно 0,2-0,3 киловатта на каждый перекачанный киловатт тепла. Вот видите, какую разницу. Примерно в 4-5 раз больше он перекачивает тепла в киловаттах, чем потребляет с вашей розеткой электроэнергии. Вот в этом вся и фишка, весь навар теплового насоса и вся прибыльность. Поэтому тепловой насос, он не конкуренции. Вообще, он в принципе не может быть конкурировать. То есть другие источники тепла, они не могут с ним конкурировать. Вот именно по этой причине, которую я только что назвал. Что он не генерирует тепло, он ничего не сжигает в себе, не надо в него ничего засыпать, он просто ее перекачивает, перекачивает. И ему электроэнергия нужна только для вот этой вот перекачки электроэнергии из других источников. Вот, ну, наверное, для первого видео хватит, чтобы сильно вас не загружать. В следующем видео мы посмотрим, пройдемся по преимуществах теплового насоса. А там их немало, это я только назвал, только несколько. Типы рассмотрим тепловых насосов, какие бывают. Вот, и еще что-то там рассмотрим, ладненько. Что, может, что-то хотите услышать в следующем видео, какие-то вопросы, чтобы я осветил, то пишите в комментариях под этом видео, я это учту, и в следующем видео, второй части, попытаюсь рассказать то, что я забыл и не рассказал в этом видео. Все, всем пока, пишите комментарии, до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok